Ведущие аналитики уже высказались по поводу мнения того, что если биткоин достигнет полмиллиона долларов, то XRP достигнет 50 тысяч долларов. Это случится тогда, когда именно биткоин достигнет отметки 500 тысяч долларов. Также сегодня мы поговорим о будущей Ripple XRP, поговорим о Дэвиде Шварци, потому что он заявил, что остается полтора года до кое-чего интересного. И, соответственно, поговорим о том, что происходит именно сейчас на рынке криптовалют. Что касается рынка криптовалют, то рынок криптовалют у нас сейчас немножко пробуксовывает. То есть, если мы будем смотреть на биткоин, то он у нас остановился. То есть, отметка 46 тысяч долларов пока что не была достигнута. Он подходил вплотную к отметке 44 с половиной тысяч долларов. И пока что у нас такие перспективы, что этот последний рывок на отметку 46 тысяч долларов может действительно быть последним. Здесь у нас, в принципе, биткоин безоткатно шел наверх. И, как по мне, сейчас уже на рынке присутствует некая перегретость. Это также можно говорить по поводу того, что значит нам показывает индекс страха и жадности. Он именно сейчас показывает экстремальную жадность на отметке 81 из 100. Как по мне, это больше. И, как по мне, сейчас участники рынка набирают альткоины, покупают. И покупают те альткоины, которые прежде всего себя не показали. То есть, они не бегут в Солану, они бегут в такие монеты, как Ада Кардана, возможно, XRP, возможно, Doggy Coin, Tron и так далее. То есть, в принципе, они предпочитают те монеты, которые, в принципе, особо себя не показали до сих пор. Если мы будем говорить про нашу группу, значит, в боте у нас бот торгует. И, соответственно, здесь бот закрыл сделку по EOS, заработал 1236 долларов 98 центов. И эта сделка была закрыта сегодня. Затем бот открыл новую сделку, но об этом чуть позже. Ну, в принципе, мы видим, что ряд сделок, которые открывались ботом, они закрывались. Например, по 16-й сделке здесь бот отменил ордер, открыл 17-ю сделку по другой цене и в итоге неплохо заработал. 15-й ордер по боту здесь тоже принес прибыль в размере 1000 и 22 доллара. Если мы говорим про также другие события, то генеральный директор банка JP Morgan, Джейми Даймонд, заявил, что он отменил бы криптовалюту, если бы был правительством. Но он не учел того факта, что отменить криптовалюту невозможно. То есть, если биткоин майнится майнером вне США, то есть в США можно запретить майнинг и так далее, преследовать абсолютно каждого. Но если биткоин майнится где-то там в Зимбабве, подключен ASIC и он майнит биткоин, он тем самым поддерживает сеть биткоина и практически биткоин запретить это просто невозможно. Поэтому, в принципе, то, что Джейми Даймонд говорил и говорит сейчас, да, это не что иное как фут, и я считаю, что это отчасти отпугивает участников рынка сюда инвестировать. Да, но тем не менее, я считаю, что у альткоинов еще какой-то запас роста есть. У биткоина здесь он уже подходит к концу. Если мы будем говорить про XRP, то по XRP у нас есть позитивный сигнал. И, во-первых, он торгуется на трендовой линии локальной, мы видим. И плюс он прорвал сопротивление 63 цента. Здесь подошел вплотную к отметке 66,5 центов. Здесь у нас есть сопротивление. И, в принципе, здесь он постоял. То есть, он, по сути, стоял здесь 3 недели. И сейчас он готов, в принципе, выходить наверх. Я считаю, что прорыв отметки 66 центов и поход выше уже, в принципе, будет означать то, что у нас есть шанс увидеть XRP в размере 85 центов. Но, опять-таки, если мы говорим о паре XRP Bitcoin, я ее неоднократно разбирал. В принципе, там видно, что это будет не скоро. То есть, нужно будет подождать. И если мы будем говорить про топ-аналитиков, то они утверждают, что когда биткоин достигнет полмиллиона долларов, то XRP достигнет 50 тысяч долларов. Но, опять-таки, можно утверждать все, что угодно. Но для того, чтобы XRP достиг такую отметку, ему нужен adoption. Да, и, в частности, вот есть у нас интересные новости по поводу того, что сотрудничество между Ripple Labs и Центральным банком Boutana по созданию Digital Angulter войдут в пилотную фазу в 2024 году. И, в принципе, что это означает? Это означает CBDC, XRP и CBDC. То есть, это означает то, что XRP так или иначе будет мостом. Также, что нужно отметить, что если мы говорим про график, то у нас в целом сформировался такой треугольник. И формировался он довольно-таки длительное время. Сейчас, я считаю, что нам нужно уже настроиться на то, чтобы увидеть выход из этого треугольника. Я думаю, это будет именно так. И, соответственно, в начале 2024 года, я думаю, что XRP нас именно так удивит. Да, здесь есть отметки 2 доллара, 3 доллара, даже 16 долларов. Но я считаю, что когда XRP подойдет к отметке 1.96, он будет там щекотать нервы, потому что это high 2021 года. И когда будет подходить к отметке 3 доллара и 3 центов, там тоже будет щекотание нервов, потому что это all-time high. Через какие-то коррекции, я думаю, что XRP в итоге пойдет наверх. Что касается Дэвида Шварца, то здесь мы видим следующее. То, что токенизация XRP Ledger начнется через полтора года в реальном мире. То есть, практически остается полтора года. И здесь вот так же обозначено, что следующий биткоин. Но я считаю, что это довольно-таки интересное событие. То есть, если мы берем с вами полтора года, то это значит и где-то середина, получается, 25 года. Она будет интересна для XRP прежде всего. Ну, середина 25, то есть, по сути, нам нужно прожить 24-е годы, да, и половину года 25-го. Возможно, все даже произойдет и раньше. Ну, и напоследок, что нужно отметить, что здесь вот, если мы говорим про биткоин-медведи, да, которые сейчас стоят в шортах и шортят биткоин. И до этого они шортили, и они теряли деньги. Нужно понимать, что нужно работать по рынку, да. То есть, у нас в закрытой группе, значит, в прошлом году было утверждение о том, что биткоин, значит, уже достиг дна, нужно покупать. И мы делали покупки, начиная там с 15,5 тысяч, когда биткоин в прошлом году, в декабре достиг дна. И поэтому я считаю, что против тренда ни в коем случае, ни в коем случае не нужно работать, да. То есть, если вы работаете против тренда, то это все довольно-таки плохо заканчивается. Поэтому я считаю, что, ну, необходимо, конечно же, забирать также прибыль в первую очередь, да. И в первую очередь понимать, что вы хотите, да, то есть от рынка. Поэтому я считаю, что, да, если у вас там сейчас есть прибыльные какие-то сделки, то нужно часть закрывать, часть оставлять. Но закрывать там альткоины, которые на дне только не росли, вообще нет смысла. Но тот же биткоин, сейчас мы видим, что он подходит к своему пику, как по мне, да, и затем уже последует коррекция. Но она, как по мне, не последует до тех пор, пока все альткоины не выстрелят. Ну, то есть все, я имею ввиду, подразумевая, те, которые интересны манипуляторы, да. То есть, это определенно, возможно, какие-то мемкоины и, возможно, другие криптовалюты, которые будут интересны манипуляторам. Он этим воспользуется и здесь просто вот эту доминацию биткоина скинет в эти монеты и, соответственно, их пропампит. Вот такие дела. Поэтому, подводя итоги, что можно сказать? То, что, в принципе, рынок у нас, как бы, скажем так, несмотря на то, что биткоин очень хорошо вырос, как по мне, он стоячий. Почему? Потому что есть ряд монет, которые, ну, особо роста не показали. Ну, то есть, лайткоин там имел стоимость, значит, минимальную за последнее время, там, район 58 долларов, грубо говоря, и вырос всего за это время на 28%. Это хороший это рост? Нет, конечно, это плохой рост, с учетом того, что у лайткоина произошел халвинг. У биткоина этот халвинг будет в следующем году. Ну, то есть, можно, в принципе, понять, что, ну, альткоины как-то сейчас себя не очень чухают. И, как по мне, в принципе, ряд монет, которые интересны манипулятору, они еще себя покажут, да. Но, в принципе, что это за монеты будут, это такой большой вопрос. Всем пока и до встречи.